ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А нам в сознании передачи помогает в магазине Он называется Дон Дэнди В нашем мире в Украине Мир Дэнди К нам приходит огромное количество ваших писем С критикой, пожеланиями Очень часто встречаются просьбы сделать тематический выпуск И сегодня вся наша программа будет освещена Одному единственному жанру РПГ А если быть точнее, то одной единственной игре Файнал Фентэзи Не спорю Есть в нашем городе геймеры со стажем Которые успели поиграть во все шесть частей Ну а лично наше знакомство произошло именно благодаря седьмой части Затем было восьмая и девятая Так что теперь давайте вспомним вкратце Что же из себя представляют данные игры И начнем мы именно с той части Файнал Фентэзи Которая не только нам, но всему миру открыла жанр японской РПГ Да прочтят нас фанаты более древних частей Но по статистике этой игрой оказалась несравненная Файнал Фентэзи 7 Умопомрачительный сюжет Навороченная система развития персонажей Продвинутая по тем временам графика И незабываемой саундтреки Лучшего японского композитора Набуя Уимасу Подняли последнюю фантазию 7 На вершину мирового Олимпа Лично для нашего коллектива Лето 97 года Ознаменовало приход нового жанра В нашу геймеровскую жизнь И даже незнание японского языка Не помешало зарождению Огромной любви к этому бесконечному сериалу Как сейчас помню Зашкаливший на 99 часах счетчик времени И схоженный вдоль и поперек карту Золотого Чукоба И выкрикнутый на последних ролях клятва Чтобы не случилось Дождаться восьмой части Файнал Фентэзи Ждать пришлось два года Пока коробочка с четырьмя дисками Не оказалась в наших трясущихся От нетерпения руках Честно говоря Такого прогресса даже мы не ожидали Графически восьмая часть считается Самой совершенной на первой PlayStation Огромное количество качественных CG роликов Заставляло нижнюю челюсть падать на пол О сюжете рассказывать нет смысла Куда легче выпустить книгу в трех томах Главное, что он еще никого не разочаровал Даже несмотря на то Что после успеха седьмой Восьмая часть была ориентирована На европейский и американский рынок О чем говорит даже отказ От анимешного вида персонажей Также из нововведений Можно отметить появление Увлекательной карточной игры Совершенно новую систему развития и магии А также огромное количество Старых и новых GL Нельзя также забыть и финальную песню Eyes on Me Которая для многих фэнов сериала Стала настоящим гимном RPG И ремком творчества Высшеназванного композитора Именно эта игра разошлась С наибольшим тиражом Что в очередной раз показало Профессионализм Squire И на наш взгляд Их единственной ошибкой Оказался слишком поспешный выход Девятой части Не успели отгреметь фанфары Прошлой серии Как год спустя Нам на стол кинули еще четыре диска Этой бесконечной игры Возвращение к анимешному стилю И дети в главных ролях Порадовали далеко не всех Но несмотря на это Свою нишу в мировом потоке RPG Эта игра нашла Хотя нам кажется Что только благодаря Раскрученной марке Несколько удачных дополнений В игровой процессе Конечно из-за графики И из-за ставок А из-за внесения на поле боя Четвертого игрока Девятая фантазия Стала чересчур легкой И даже люди без игрового стажа Могли прибежать ее За 30-40 часов Что для наших Избалованных потребностей Являлось слишком мало Ну а главной нашей ошибкой Оказался именно тот фактор Что мы ждали от этой игры Очень многого А получили очередную серию Final Fantasy Которой уделили Наименьшее игровое время Хотя с другой стороны Никто и не спорит Что это была хитовая Но слишком блеклая игра На фоне двух предыдущих серий Пройдя очередную сказку И положив диски Былица на полку Мы попрощались С последней фантазией Наступил новый век Новые технологии Ворвались в наши дома И в мае 2002 года Настало время Вспомнить Squire Которая к началу летней сессии Преподнесла нам Лучшую игру За всю историю Своего существования Забыв про экзамены Мы погрузились в мир Final Fantasy X Лучший подарок лета Роликовые коньки Всех размеров И по доступным ценам Развижные модели Fit and Go И Орландо Только в магазине Дом Денги 47-4196 Батарат Минского 32 Во всех частях Пайлот Фэнтези Мы наблюдаем С вами огромное количество Монстров Всевозможных Чудовищ И Гвардиан Форсов Но мы совсем забыли Про так называемого Талисмана Компании Squire Добренького Желтенького Цыпленочка Чукоба Сейчас мы про него Напомним В рубрике Скваревский Курятник Так уже заведено Что новое творение Программистов Squire Кардинально отличается От предыдущего Изменяется все От графики и персонажей До боевого режима И прокачки героев Но только одна вещь Остается неизменной От части к части Это вездесущие Цыплята-переростки Чукоба В каждой серии Они выполняют роль Транспорта И открывают Различные секреты На просторах вселенной В седьмой Фэнтези Даже была ферма По выращиванию Этих зверьков Просто тамагочи какой-то И чтобы вырастить Последнего золотого цыпленка Не потребовалось Целых два месяца Зато радости потом было Выше крыши А в парке развлечений Проходили настоящие Скачки С призами и подарками Далее восьмая часть Никого здесь Выращивать было не нужно Приходим в волшебный лес Покупаем И катаемся на здоровье Хотя владельцы Специальных Memory Pack Могли в полной мере Насладиться Выращиванием этих зверьков К сожалению Рен-При Бамбас До нашей страны Так и не добрался Порадовала меня Девятая часть серии Здесь большую часть Секретов Нужно было находить Именно с помощью Чукоба Помимо этого Наши желтые скакуны По мере нахождения Секретных локаций Повышали свой уровень Становились Виновствливее Быстрее Сильнее Цыплята Меняли цвета Выучивали новые возможности Учились плавать И летать И наконец Десятая часть Где как и восьмой Нам придется просто Кататься на них Иногда находя парочку Ненужных секретов Что будет с этим Древним родом В следующих сериях Файнал фэнтези Я не знаю Но то что мы их Еще не раз увидим Это точно Ведь эти существа Придают игре Свой неповторимый стиль И играть в эти серии Последней фантазии С каждым разом Все интереснее Вперед курица Вперед Я думаю Что никто из вас И не сомневался Что в основной Уфор в нашей Сегодняшней выпуске Будет сделан На самую Последнюю фантазию В прямом смысле Этого слова Так что Встречайте Десятую часть Этого непревзойденного Склайерского хита Сбылась мечта геймера Файнал фэнтези 10 Шествует по всему миру Собирает Всевозможные трениры Эту игру Уже сейчас Называют Лучшей RPG Со всех существования В этого столь Популярного жанра Здесь все на высоте Графика Музыка Игры в нашем городе Я прочитал Что десятая часть Будет самой трагичной И только пройдя ее полностью Понял Насколько были правы Разработчики И кривя душой Можно сказать Что это самая лучшая история Из всех частей сериала Вкратце Главный герой игры Главный герой игры Титус Играет 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 Во время матча На его город Нападает Физическое воплощение Всего зла Син Очутившись в незнакомом месте Титус узнает Что его город Занаркен Уничтожен Тысячу лет назад В поисках ответов Он знакомится с девушкой Юной И ее друзьями И узнает Что они охотятся за Сином Отправляется с ними С виду все просто Но после каждого Поворота сюжета Понимаешь Что ошибался Бывает подолгу Приходится сидеть У экрана телевизора Пытаясь разобрать Что же произошло До последних диалог Что не говорит А красивые сказки У Сквайр Всегда получаются на отлично А колоритные Популярные персонажи И подавно Но о них Чуть попозже Также Нельзя не отметить Музыкальное сопровождение Сильно влияющее На общую популярность игры Бессменный композитор Набуеву Ямацу Опять порадовал Любителя своего творчества И даже рискнул Изменить стиль Написав для десятой части Одну тяжелую композицию Да что здесь говорить Вкратце Рассмотрев Основные достоинства И отсутствие недостатков Мы пришли к тому С чего начали Final Fantasy X 100% хит И лучшая RPG Найди свою игру Компьютерная приставка Видеоигра Картридж Диск Журнал Или самый обыкновенный джойстик В магазине Дом Дэнди Все это И многое другое Огромный выбор Вау Вактуальная страна Для реальных геймеров Альтернативы Нет Дом Дэнди 47 4196 Богдана Хмельницкого 33 Юра А сейчас дорогие телезрители Немного отдохните И посмотрите Самую красивую заставку Final Fantasy X Короче Время отдыхать Сулакат Сулака Время отдыхают Сулакат Святитель Сулакат Он с 플러ш Ява Сулакат Хожие Домд Nev Го Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте забудем на время о графике, о геймплее и об остальных трелестях Final Fantasy X И поговорим о виновниках торжества Итак, знакомьтесь, главные герои игры Ну что ж, настало время познакомить вас с виновниками торжества Встречайте, главные герои игры Тидус, капитан брейсбольной команды Занакен Города, уничтоженного тысячу лет назад Попадает в мир Спиры благодаря Аурону И в поисках собственного отца Тидус пытается найти ответ на вопрос о смысле собственного существования По совместительству, также является бойфрендом Юны и ее охранником В бою самый шустрый персонаж И предпочитает пользоваться легкими мечами Вака Еще один фанат чрезвычайно популярного на Спире Спорта полного контакта Блицбола Самый первый друг Тидуса в этом новом мире Его команда еще ни разу не выиграла на чемпионатах И после последнего проигрыша Вака бросает спорт И отправляется путешествовать с остальными В бою пользуется бейсбольным мечом И немного преуспевает магией Юна Молодая девушка, владеющая искусством вызова Вместе со своими охранниками Ищет последнего Элна Способного уничтожить самое большое зло в мире Сина После победы должна погибнуть и сама Но уже смирилась с этим По ходу сюжета влюбляется в Тидуса И мечтает посмотреть на его родной город Занаткен В бою использует белую магию И вызывает мощных Элнов Лулу Двойная сестра Юны И охранник со стажем Очень беспокоится за младшую сестренку И критически относится ко всем новым людям Очень умный и пренесательный человек О чем мы будем убеждаться по ходу всей игры Вечно носит на руках Мога Знакомого всем фанатам серии И чистокровная последовательница Черная магия И поэтому в боях использует только ее Химари Представитель народа Ромса Эпикун Юны с раннего детства Ради которой и ушел из родного края Химари не очень разговорчив Но всегда готов порвать госту любому Кто посмотрит на его обломанный рог искосом Превосходный воин В бою использует Алибарду И может изучать возможности противника Типичная материя Эмминистилл Из седьмой части Файнил Фэнтези Аурон Старый друг отцов Юны и Тидуса Следит и учит жизнь их обоих Самый сильный Самый спокойный Самый умный Самый психически равновешенный В общем самый-самый в нашей компании Был одним из тех Кто убил Сина 10 лет назад За что жестоко воплотился В бою использует самое мощное оружие Пробивающее любую броню Идеальный боец на протяжении всей игры Рику Принадлежит к народу Албет Фанатичным приверженцам Высоких технологий и роботов Первую половину игры Пытается похитить Юну А после неудачных попыток Присоединяется к отряду И вместе с Тидусом Ищет способ предотвратить ее смерть В бою не очень сильна Но зато идеальная воровка И мастер по машинам Только она может использовать Предметы своего народа Самый Гвардиан Форт Эйдалоны Эоны Все это самая настоящая Тяжелая артиллерия Во всей серии Файнал Фэнтези В каждой РПГ Помимо сюжета Очень важную роль Занимает боевая система В большей степени От нее зависит популярность игры Во время боя Герои вооруживаются Разнообразным оружием И магическими заклинаниями С легкостью отправляют противников Про отца Но когда становится совсем куда На помощь приходят Очень хорошие друзья Огромные существа Способны без всяких проблем Уничтожить все Что только попадется им на пути Их называют по-разному Самоны Гвардиан Форс Или сокращенно дже Эйдалоны Или Эоны Эти супер монстры Наделенные огромной магической силой Являются главным козырем Во всех частях Файнал Фэнтези Когда они появляются на экране Забываешь про все Это магическое столовое действие Хочется просматривать снова и снова Но очень красиво Во всех фантазиях Программисты придумали Что-то новое Например В седьмой части Их использовали Как простую магию В восьмой же Без них Герой просто не становился сильнее Так как они Полностью владели Всеми навыками И способностями По прокачке персонажа Про девятую и десятую части Я вообще молчу Дело в том Что здесь Их могли применять Только избранные Другие Их хотели Сражаться рукопашными Десятой Файнал Фэнтези Дошло даже к тому Что теперь Внизу Элона Он будет драться Против врага Как отдельный персонаж Со своими ударами И магиями Лучший подарок летом Роликовые коньки Всех размеров И по доступным ценам Отвижные модели Кит-н-гоу и Орландо Только в магазине Дом Дэнги 47-4196 Батарат Минского 32 Ну вот, к сожалению, наш тематический выпуск прошел к своему завершению У нас остается даже времени, чтобы с вами спрощаться Надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя передача Впишите нам И не забывайте Станово через неделю Мы с вами встретимся Пока-ка Субтитры сделал DimaTorzok